The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. The broadcast is now starting. Итак, прошу прощения за повтор. Сегодня мы коснемся таких тем, как введение, почему мы обращаем внимание на разработку для Linux. Это совсем немножко. Как подготовиться к работе для разработки на Linux. Какие именно предложения мы можем сегодня сделать с помощью наших продуктов. Какие библиотеки сторонних разработчиков также можно применять в разработке под Linux на Delphi. Ну и, собственно говоря, мы дальше будем смотреть, как это все делается и какие тонкости есть. Чуть-чуть про компанию Embarcadera. Embarcadera – это американская компания, которая входит в состав компании другой американской компании – iDera. и iDera при этом производит и продает продукты из разных областей, связанных с компьютерными технологиями. Вот здесь перечислена часть из тех продуктов, которые относятся к iDera. Мы занимаемся, конкретно Embarcadera занимается продуктами для разработки приложений. Наши продукты являются одними из лучших и популярных в области кроссплатформной разработки. Это происходит потому, что с самого начала появления продуктов такого рода, как Delphi и C++ Builder, мы обеспечивали две очень важные вещи. Это быстрая визуальная разработка, которая, тем не менее, представляет возможности внести туда любые изменения на самом низком уровне исходных текстов. С какого-то времени мы перешли на кроссплатформную библиотеку, которая позволяет создать приложение для порядка 14 различных платформ, просто перекомпилировав проект, ничего не меняя в исходном тексте. Ну и этим, собственно говоря, мы считаем, что мы очень сильно ускоряем процесс разработки, мы очень сильно помогаем нашим пользователям, нашим разработчикам думать больше о том, как реализовать их задачи, а нежели как это сделать физически для того, чтобы приложение работало. Мы один из лидеров по поддержке Windows 10 и Windows 11 новых API. Об этом я говорил на прошлом вебинаре, сегодня мы касаться этого не будем. Компания Embarcadero впервые предоставила возможность разработки приложений на Delphi для Linux в 2017 году. С тех пор достаточно много развивалась эта тема. В частности, вначале мы могли предоставить нашим пользователям возможность разработки только консольных, ну вернее серверных приложений, которые работали на серверах Linux. А потом в какой-то момент действительно мы обеспечили возможность работы и с графическими интерфейсами под различные системы. Официально мы поддерживаем два направления в Linux. Это основанные на Debian и основанные на Slackware. Хотя на самом деле разнообразные виды Linux, которые относятся к этим направлениям, они поддерживаются достаточно устойчиво, сказал бы так. Мы тестируем на Ubuntu и мы тестируем на Red Hat. Наши пользователи тестируют на остальных системах и тестируют достаточно плотно. Давайте дальше пойдем. Взработка для Linux сосредоточена именно на Linux 64 бита. Постепенно весь мир, но достаточно стабильно, переходит на поддержку именно 64-битных систем. 32-битные системы остались только для каких-то таких специальных устройств, которые не имеют больших ресурсов для работы. Официально поддерживаются версии 20.04 LTS Ubuntu, но и все предыдущие, которых мы тестировали. И также восьмая версия Red Hat Enterprise Linux. И вот та новость, с которой хотел бы сегодня начать знакомство с новыми возможностями – поддержка VSL. VSL мы поддерживали еще в предыдущем релизе Delphi, но теперь мы уже полностью можем использовать те возможности, которые Microsoft предоставляет в свой Windows Subsystem for Linux или VSL 2 по запуску графических программ прямо в среде Windows. Хотя вы будете работать на машине, где работает Windows, на самом деле вы запускаете Linux приложения и работаете с ними так же, как вы работали бы в обычном Linux. Это очень удобно, когда мы говорим о разработке таких систем на заказе или отладке каких-то корпоративных систем на машинах разработчиков. Поддерживается для разработки для Linux практически весь RTL, практически весь библиотека времени исполнения, вся библиотека времени исполнения для работы с базами данных, с данными. Естественно, те модули, которые обеспечивают ввод, вывод и выход, доступ к файловой системе, да, компоненты, которые относятся к доступу к базам данных, к кросс-платформам доступа к базам данных FireDag, интернет, REST, многозвенные системы, облака, веб-системы, ну и так далее и тому подобное. То есть достаточно много чего, вплоть до наших прикладных систем, которые RAD-сервер, в частности, здесь представлен, можно, ну это давно можно было деплоить на Linux, но теперь мы можем еще и вести разработку в рамках той же Delphi прямо под Linux. Компилятор доступен только для Delphi пока. 16-битные интеловские процессоры поддерживает. Компилятор модульный на основе технологии LLVM. Для того, чтобы организовать работу с Linux, вам на своей машине нужно первый раз соединиться с каким-то Linux, ну с тем, которым вы, естественно, будете потом работать и отлаживаться, для того, чтобы получить оттуда SDK. Это делается достаточно просто, я об этом показывал, ничего здесь особо не поменялось, может быть, упростилось немножко, уменьшилось количество ручной работы для настройки. Потом, в дальнейшем, для просто компиляции и сборки приложений это не требуется, но если вы хотите удаленно отлаживать и запускать свои приложения, то это желательно иметь доступ к Linux-машине и на ней, собственно говоря, проверять, насколько хорошо работают ваши разработанные приложения. Для того, чтобы обеспечить связь разработчика с Linux и вообще с другими платформами, которых мы хотели бы отлаживать, прежде всего для отлаживания, это служит специальный модуль, точнее специальная задача, которая разрабатывается нами, Embarcadero. Называется POSER и обеспечивается для загрузки, переноса дипломента элементов ваших приложений на удаленные машины под Linux и удаленная отладка. Отладка идет прямо в среде Delphi, ничем не отличается от отладки под Windows, ну, может быть, там какие-то тонкости, связанные с обработкой API. Особенности Linux RTL, которые мы хотели бы подчеркнуть для того, чтобы вы понимали, какие приложения можно перенести на Linux. Вся основная библиотека времени исполнения доступна для работы на Linux. Это вот те имена, те namespace, которые здесь перечислены, они спокойно могут быть использованы в разработке приложений, которые потом будут работать на Linux. Причем это могут быть как графические, так и не визуальные компоненты и библиотеки сторонних разработчиков. Об этом чуть-чуть попозже. В какой-то момент, когда, ну, прошло какое-то время, и мы увидели полезность и варианты реализации графических интерфейсов для разработки приложений, графических приложений под Windows. Один из внешних разработчиков, тесно сотрудничавших с Embarcadero, Евгений Крюков из компании KSDF, создал библиотеку FMX Linux, которая обеспечивает перенос FMX приложений под Linux и запуск их в графическом режиме прямо вот с тем графическим интерфейсом, которые есть в нашей библиотеке FMX. Это связано с одной стороны с тем, что FMX изначально является кроссплатформенной, то есть она была специально сделана для того, чтобы обеспечить кроссплатформенность. У нее очень богатые возможности по настройке и стилизации интерфейсов. Соответственно, немножко изменив подход к использованию FMX в приложениях Linux, Крюков добился того, что мы теперь можем использовать практически любые компоненты FMX Linux в разработке для графических приложений для различных X-серверов и для различных версий Linux. Теперь эта библиотеки доступна бесплатно в рамках поставки Delphi Enterprise. Вы можете ее прямо скачать на свой компьютер и использовать, если у вас редакция Enterprise и выше. Никаких особых изменений в компонентах FireMonkey по сравнению с FMX Linux нет. Те же самые практически контролы элемента управления, что на Windows, MacOS, Android или iOS. Единственное, что там надо смотреть, насколько стилизация проходит четко, потому что стили под Linux должны быть свои. Работает вот с теми модулями и теми библиотеками, которые поставляются в рамках Delphi стандартными. Ну и, соответственно, вот здесь указана ссылка на документацию по FireMonkey for Linux, которую я советую всем использовать для хотя бы первоначального знакомства с ней, потому что, вообще говоря, можно и сразу закачать ее и использовать в своей работе. Ну, я не буду особо останавливаться на преимуществах FMX для Linux, потому что они относительно понятны. Вы, практически ничего не меняя в своих приложениях, сразу можете скомпилировать еще и на Linux. Это тоже десктопная такая система, которая конкурирует в определенном смысле с Windows, MacOS и остальными десктопными системами. Вот, Linux это популярная, безопасная пока система, вирусов там достаточно мало. Ну и есть определенные организационные решения, которые направляют достаточно много организаций, достаточно много компаний в сторону именно open-source разработок, в том числе open-source, ну, по крайней мере, с открытым исходным текстом операционных систем. Еще немаловажно, это то, что у вас появился дополнительный выбор, которым вы можете привлечь своих заказчиков. Я уже говорил о том, что мы тестируем на двух версиях, на двух системах Linux, это Ubuntu и Red Hat. На самом деле наши пользователи протестировали FMX Linux и еще одну библиотеку уже на 208 успешно сработавших системах. На некоторых системах FMX Linux не работает. Какие конкретно вы можете увидеть на сайте, собственно говоря, самого kds.dev, fmxlinux.com. И вот там есть определенные ограничения. Наверняка меня будут спрашивать насчет Astra. Astra CE работает совершенно спокойно, нет никаких проблем. Потом с Састрой Смоленском есть определенные проблемы, потому что у него своя версия GTK+. Если у вас есть исходники, вы сможете использовать FMX Linux на этой системе. Еще есть одна система Elementary OS. Ну, в данном случае, опять-таки, это связано с не совсем стандартным использованием GTK+. Основной библиотеки для графических работ. Я уже говорил, что наши внешние разработчики, то есть вообще вокруг Delphi существует уже давно байгатая экосистема внешних разработчиков, которые разрабатывают на продажу библиотеки и компоненты. Не системы на заказ, таких тоже очень много, а именно на продажу уже готовые библиотеки и компоненты. И в данном случае подтвердили свою поддержку работы в Linux в рамках библиотеки FMX Linux. Перечислены здесь, и это не все, которые доступны в FMX Linux библиотеке, но здесь достаточно важно, что все эти популярные достаточно библиотеки нужны в профессиональных версиях. Например, для того же T-чарта необходимо иметь исходники в библиотеке, потому что при сборке на Linux это требуется. Установка FMX Linux производится прямо из среды RAD-студии через менеджер пакетов GETTED. Дальше необходимо получить, во-первых, настроить свою среду Linux, в которую вы будете отлаживать. Там нужно доставить определенные модули и перенести туда PAI-сервер. Сейчас это делается просто. Какие действия необходимы для этого, вы можете увидеть по стоящей внизу ссылке, которая вот там синим светом Delphi 22 на конце. Это специальный репозиторий на GitHub, в котором есть определенные скрипты, которые вы можете использовать для настройки RedHat и Linux, или по их подобию сделать свои скрипты для настройки других Linux-систем. Что же делать тем, у кого основные приложения на базе VCL? Это еще одна наша библиотека, которая работает и заточена в основном на создании приложений для Windows-систем. Почему она осталась отдельной? Ну, во-первых, потому что очень много приложений было создано до того, как появилась FMX Linux. А во-вторых, ну, по крайней мере, процентов 70 компаний по-прежнему работают в среде Windows. А VCL – это лучшая система, которая поддерживает новейший Windows API в быстрой разработке, в режиме RAT-разработки именно Windows-систем. Для Windows 10, для Windows 11, ну и там подобных вещей. Так вот, та же компания KSDF создала специальную библиотеку CrossVCL, которая позволяет сделать тот же фокус, что и с FMX, для приложений, которые были созданы на базе VCL. Вам нужно приобрести эту библиотеку у компании KSDF, установить на свой компьютер, и после этого ваши VCL-приложения будут способны работать под Linux. Опять-таки, есть определенные ограничения. Ограничения небольшие, они связаны именно с внешними компонентами, с внешними библиотеками. Для того, чтобы это сделать, необходимо иметь, как правило, исходные тексты этих внешних библиотек. Как можно еще работать с FMX Linux? Какие приложения можно создавать на FMX Linux? В одном из прошлых вебинаров мы говорили о том, что существует такой сервер Broadway. Это Linux сервер, который обеспечивает передачу графики в почте по протоколу через CGI-бин. Можно создать стандартный модуль для веб-сервера Apache. Ну и, соответственно, FMX Linux позволяет создавать такие приложения, которые потом могут быть вызваны из любого интернет-браузера, которые вы используете и которые поддерживают доступ к серверу Broadway. Об этом мы сегодня говорить не будем, но это еще одна из возможностей использовать FMX Linux на Linux-системах. Я еще одну вещь забыл сказать. Все наши приложения имеют то достоинство, что они компилируются прямо в нативный код, то есть код, который выполняется на машине, на процессоре, на, собственно, железе того оборудования, на котором идет выполнение этого приложения. Вот в данном случае мы говорим о железе сервера. Broadway транслирует это приложение через веб-интерфейсы в браузер, и вы сможете с ним работать. Но это все равно нативное приложение. Теперь другие варианты работы с Linux для разработчиков. Я понимаю, что для пользователя это будет система, на которой уже установлено, запущен Linux. Любой из списка, который у вас был перед глазами некоторое время назад. Но для разработчика понятно, что либо у нас надо иметь отдельную машину, рядом связанную с машиной разработчика, на которой работает Linux для отладки, либо использовать виртуальные машины. И вот в последнее время мы можем использовать VSL для того, чтобы отлаживать, разрабатывать и отлаживать свои приложения. Это намного удобнее, чем просто связь с отдельной машиной на Linux, потому что, ну, скажем, если я на ноутбуке уехал куда-то, то я здесь могу отлаживать такой ситуации на виртуальных машинах. А связь с удаленным Linux компьютером, ну, она не всегда, во-первых, возможна, и почти наверняка будет достаточно медленно, намного медленнее, чем работать с системой. VirtualBox или другая система виртуализации, я подробно останавливаться на ней не буду. Вы просто устанавливаете там виртуальную машину с Linux, запускаете ее, я сегодня покажу, как это работает. Вот, а про VSL немножко более подробно расскажу. Это штука, это подсистема работы с Linux. Линуксом появилась Windows 10 под названием VSL1. У нее были определенные ограничения, но теперь она доступна в Windows 11 и Windows Server 2019. Выглядит это так. Вы запускаете установку дистрибутива, или дистра, как Microsoft называет эту систему, прямо из магазина приложений Microsoft или каким-то другим образом. Она загружается, устанавливаясь в качестве такой скрытой виртуальной машины VSL. И дальше вы просто запускаете ее в консоли, в любом терминале, который у вас есть. И все, после этого вы можете запускать Linux приложение прямо из Windows, и наоборот, из Linux запускать Windows приложение. Такая хорошая интеграция была обеспечена VSL2. Она очень хорошо полезная и очень хорошо помогает при разработке. Если мы говорим о стандартной виртуальной машине, то там требуются определенные накладные расходы по обеспечению работы самой виртуальной машины. VSL не имеет такого мощного слоя промежуточного по сравнению с стандартной виртуальной машиной, поэтому накладные расходы работы с VSL, как правило, меньше. И VSL работает быстрее. Ну, соответственно, в VSL2 добавлена поддержка графических приложений. Уже в VSL встроен свой какой-то X-сервер, который запускает эти графические приложения. Если он вас не устраивает, вы, в принципе, можете установить X-сервер какой-то другой, тот, который вам нужен или тот, который вам более приятен, и работать с ним. Но для этого требуется определенная настройка самой подсистемы VSL. Там нужно какую-то конфигурацию будет сделать. Если сравнивать VSL1, доступную в Windows 10 до определенного апдейта, и VSL2, то здесь представлены основные достоинства. Ну, в общем, главного достоинства здесь не написано, но я о нем уже говорил, что VSL2 поддерживает работу с графическими пользовательскими интерфейсами. Ну, понятно, какие преимущества и в каком случае полезно применение этой штуки. Если у вас есть какие-то специальные инструменты, работающие только в Linux, то вы можете уже запускать их прямо на своем Windows машине. Причем вы можете сочетать в одной команде и команду Windows, и команду Linux, что на самом деле приятно, по крайней мере, а чаще всего даже и полезно. Кроме того, у вас появляется больше быстродействия, меньше потрата ресурсов. То есть, если у вас не так много памяти, это достаточно неплохо будет вам помогать. Ну, соответственно, ваши контейнеры находятся на этом же диске. Вы можете одновременно запускать несколько контейнеров с виртуальными машинами Linux или какими-то и другими. Вот. Теперь VSL2 поддерживает технологии контейнерных конфигураций типа докера. То есть, вы можете конфигурировать свои среды с помощью таких контейнеров. Ну, соответственно, вы запускаете эту среду по потребности. Она не требует какого-то дополнительного контроля и управления. Ну, и, соответственно, вам не требуется обеспечивать какие-то хитрые средства монтирования разделов дисков для того, чтобы обменивать информацию между хост-компьютером Windows и виртуальной машиной Linux. Это все происходит намного проще. Сейчас я хотел бы просто уточнить, каким образом можно связаться с VSL-системой прямо из среды работы Delphi. Особенность VSL в том, что у нее и у хоста общий IP-адрес, поэтому к ним надо обращаться либо по localhost, либо по 127.001 адресу. Единственное, что нужно четко понимать, какой порт вы используете для связи с этой виртуальной машиной. Если у вас одновременно работают несколько таких дистров, то есть несколько виртуальных машин VSL, и вы хотите одновременно обращаться из Delphi к одной и ко второй, то вам нужно при запуске таких машин указывать разные порты для связи, номера портов для связи. Это достаточно важно. Ну, собственно говоря, все из таких вот необходимых вещей, которые надо сказать. Вот здесь я просто хотел подтвердить свои слова о том, что намного удобнее обмениваться файлами и данными из Windows и Linux с помощью VSL. Это радует меня очень сильно, потому что, ну, работая с какими-то базами данных или наборами данных, это все достаточно полезно, и можно посмотреть, как это делается, не выходя за рамки стандартных операций с графическим интерфейсом либо Windows, либо, ну, я не знаю, там, файл-менеджера той Linux-системы, которая у вас есть. На последней строчке представлен как раз тот самый пример совместного использования команды Windows и команды Linux. В такой комбинации она работает хорошо и бывает очень полезна при поиске, скажем, в тех же логах. Более подробно об этом можно посмотреть в документации по VSL, она доступна, и я все-таки рекомендую на нее глянуть. Ну, а теперь, сказавши это, я бы хотел показать вам те возможности, которые мы имеем по работе с различными Linux-системами по разработке приложений на Delphi для этих Linux-систем. И хотел бы начать с одной виртуальной машины, вот я ее перетащил сюда, и, как вы видите, это Astra, Смоленск, по-моему, да, CE, которая. Ну, вот, это среда. Ну, для начала ее надо бы настроить. То есть, вот она полностью работоспособна, в ней можно работать. Это стандартная Astra, которая используется большинством десктопных компьютеров. Для того, чтобы настроить работу с Delphi и разработку для этой системы, мне нужно выполнить определенные операции. И вот в этом смысле я должен запустить терминал Fly. На самом деле, любой терминал, который здесь работает в этой системе. И убедиться в том, что у меня установлены определенные модули. Так, я уже упоминал, по-моему, ссылку, на которой можно посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы работала Windows-система. Вот тот скрипт, который предлагают наши разработчики для того, чтобы обеспечить работу Delphi 11 и Ubuntu. Для RedHat там немножко чуть-чуть другие команды. Вот обновление системы, обновление модулей. Соответственно, мы, там менеджер пакетов другой, соответственно, мы должны использовать другой скрипт, который также присутствует здесь, на этой странице. Если посмотреть, что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить настройку работы для Delphi в этой Linux-системе, в конкретной Linux-системе, в Linux-системе нужно запустить этот скрипт, который выполнит определенный класс операций. Прежде всего, он обновит систему до самого последнего состояния, все модули, которые необходимы, установит те модули, которые необходимы Delphi для работы с FMX Linux на этой системе. Вот они перечислены здесь. После этого он, собственно говоря, установит Linux-PA-сервер. Причем я хотел бы подчеркнуть, что PA-сервер это штука такая, которая связывается с отладчиком конкретной версии IDE, поэтому его надо устанавливать той версией, которой IDE вы работаете. Для Александрия 11 это 22 версия, для предыдущей версии это будет 21, ну и так далее, и тому подобное. Более того, когда выходят новые, младшие релизы, то, что называется точные релизы, у них тоже свой PA-сервер, и его надо будет обновить. Обновление делается тем же самым скриптом. Более того, на вашей машине может присутствовать несколько PA-сервер, относящихся к разным версиям системы разработки, то есть IDE. Это может быть полезно, когда у вас виртуальная машина общая для нескольких разработчиков, и у этих разработчиков разные версии Delphi. Дальше вы должны скачать соответствующий архив с PA-сервером, потом выполняется разархивирование PA-серверов конкретную, извините, конкретный фолдер, конкретную директорию. Ну и, собственно говоря, уже есть там соответствующий скрипт, который можно выполнять для того, чтобы запускать отладку на этой системе. Единственное, что нужно обязательно не забывать делать, это предоставлять ему права на этой машине на исполнение. С правами здесь, конечно, делается все немножко сложнее, чем Windows, и об этом не стоит забывать, потому что иногда наскакиваешь на такие ошибки, которые связаны именно с тем, что файл недоступен или не виден, или еще что-то. Ну, а в принципе скрипт такой не очень сложный. Значит, здесь я просто посмотрю, что у меня есть на этой машине. Ну, здесь я уже выполнил эту обработку, и в принципе у меня здесь адаптированный такой скрипт по установке PA-сервера. Мы можем его повторить сегодня. Давайте сначала его посмотрим. Ну, он тоже достаточно прост. Здесь просто отрезана та часть по обновлению модулей, потому что я уже сегодня модули с утра уже все подправил. Они, системы в актуальнейшем состоянии, больше обновлять нечего. Ну, а дальше вот делается то, что я уже об этом говорил. То есть мы должны что сделать? Идет скачивание архива. Ну, соответственно, не может создать каталог, потому что он уже есть. Разархивируется туда, в этот архив, и получаем, соответственно, свежий файл по скрипту. Мы делаем модификацию прав на запуск, и теперь мы можем его запустить. PA-сервер стандартный. Документация на него есть в нашем док-вике. Если вам нужен защищенный доступ к этому PA-серверу, только люди, которые знают пароль, вы можете задать здесь пароль. Ну, я пока буду использовать его без такого. Есть определенные команды. Вот, в частности, какие IP-адреса относятся к виртуальной машине, какие увидит PA-сервер. Ну, а теперь мы можем запускать Delphi и смотреть, как с ней работать. Так, Delphi. Я запущу RAD Studio, которая установлена у меня. Единственное, что может быть несколько долго опрашивать Welcome Page, то есть страница загрузки на моей системе, потому что она соединяется с YouTube, для того, чтобы посмотреть последние видео, какие появились у нас. Ну, вот они появились здесь вот такие вот. Я надеюсь, все... И у меня есть специально подготовленные примеры, которые позволят нам запускаться на Astri. Здесь есть достаточно много примеров, которые можно запускать. Я эти примеры выложу на GitHub, для того, чтобы вы могли их скачать. Но на самом деле, вот если посмотреть на них, то это... Это FontList и Shell API, взятые стандартных примеров, которые поставляются вместе с FMX Linux. Вы их скачиваете, они у вас появляются. Остальные примеры показывают какие-то особенности, доказывают, вернее, те особенности, которые можно использовать при разработке под Linux. Но сейчас я хотел бы вот это запустить приложение. Значит, смотрите. Здесь уже есть установлена платформа Linux 64. Если ее нет, надо нажать сюда. И... Извините, не сюда, вот сюда. И добавить Add Platform. То есть можно что-то добавить еще. У меня, например, нет macOS. Я сюда могу... Вот если бы Linux здесь отсутствовал, я бы добавил вот такой. Важные вещи, вот когда мы начинаем настраивать разработку для системы. Значит, во-первых, мне нужно указать, какой системе, к какому Linux я буду соединяться. У меня установлены два Linux. VSL и Astra. Значит, вот Linux для Astra. И мы сейчас будем работать с ним. Я пробую тестировать коннекцию. Да, коннекция у меня работает, потому что PA-сервер видит мои обращения к нему по указанному здесь порту. Значит, кроме того, что я должен обеспечить коннект к этой машине Linux, мне еще нужно настроить SDK. Но в данном случае мне повезло. Если бы я работал не с Astra, а с каким-то другим вариантом Linux. Ну, например, у меня есть еще CentOS установлено здесь же на этой машине в рамках VSL. То я должен был бы добавить здесь соответствующий SDK. Это мне просто сказал, что не ко всем Linux он сможет сейчас добиться. Linux. Хост у меня будет другой. Я хочу добавить здесь, скажем, add new какой-то там. Я должен указать имя профиля, новый профиль. Тот Linux, который я буду использовать для SDK. И в конце этого процесса у меня появится... Я не буду, это достаточно долгий момент. До получаса может идти такое копирование SDK на машину. У меня вот здесь вот появится соответствующий SDK, которым я уже буду пользоваться. Если у вас есть какие-то дополнительные библиотеки, которые вам нужны для того, чтобы использовать в рамках своих приложений. Ну, например, какие-то хитрые именно Linux-овые приложения, работающие с графикой или еще с чем-то. То вы можете добавить их вот в этом окошке. Вот здесь вот есть добавить. И обязательно проапдейтить Local File Cache для этих модулей. Потому что в момент сборки эти модули будут браться с вашего локального компьютера, из кэша. Ну, в данном случае у меня все более-менее нормально. Я хочу здесь поменять коннекцию на Astro. Вот. Обратить внимание, что это Astro. И запустить на выполнение. Идет компиляция. Компиляция идет достаточно быстро. Если мы переключимся в Astro, то мы увидим, что запустилось это самое приложение. Ну, вот я просто по окнам лажу, для того, чтобы вы убедились, что это работает. Значит, обратите внимание, здесь есть определенные замечания, которые связаны с особенностями именно Astro. Вот для Astro, для GTK, который здесь работает, недопустимо указывать какие-то другие юниты измерения позиции на экране. В данном случае он просто предупреждает, что он подставляет по умолчанию пиксель. Это не страшно. Делаю рефреш, и у меня перечисляются те фонты, которые были в этой системе. То есть вот именно в Linux у меня установлены вот такие вот фонты, я с ними могу работать. Ну, вот, допустим, такой. Вы видите, они переключаются. Такой, такой, такой. Это именно те, которые были установлены здесь, вот в Astro. Как это достигается, я закрою приложение. Как это достигается, видно вот в этой программе, да. Вот у меня есть паскалерский текст. И мы видим, что здесь у меня есть определенный модуль фонт-лист. Т-лист-бокс, да. Идет обращение к определенной функции, которая входит в FMX Linux. В библиотеку входит эта функция. И дальше вы просто заполняете соответствующую информацию этим Linux. Как быть, если мне нужны какие-то другие системные вызовы? Ну, вот, например, есть еще такой пример, как используются системные вызовы. Здесь вот у меня есть некий файл, извините, некий модуль, который делает очень просто. Если мне нужно открыть какой-то URL, то он, пожалуйста, открывает его в том браузере, который есть в этой системе. А если мне нужно открыть какой-то файл, то он откроет его в терминале вот с помощью указания его имени. Обратите внимание, что технология работы с выбором файлов точно такая же, как вообще в FMX Linux или в VCL. Они просто используют стандартные диалоги для выбора этого дела. Программа элементарная. Еще раз посмотрим ее настройку. Здесь все правильно. Давайте мы ее запустим. Программа элементарная. Программа элементарная. Ну вот, запустилась как раз эта программа в рамках Астры. Open File. Открывается какой-то файл. Ну, дальше это файловая система, по которой вы можете лазать. Ну, например, вот этот самый PAH скрипт, который запускает. Ну, вот я его возьму и открою. Значит, вот он открывается. Видите, он совсем простой. Из одной строчки запустить из конкретного каталога конкретные программы. Вот и все. Но, по крайней мере, системные вызовы отрабатывают на уровне уже самой системы Linux, самой библиотеки. И вам не нужно заботиться, как приложить API Linux к своим конкретным задачам. Последнее, что хотел бы попробовать вам показать про Астру, это есть вот такой вот пример. Это фактически список задач стандартный to-do, который очень популярен в Python или других языках программирования, распространенных на Linux. Но тут есть одна маленькая особенность. Если вы обратите внимание, здесь не FMX, а VCL. То есть это как раз пример того, как работает CrossVCL. Значит, CrossVCL работает точно так же. То есть вы после того, как в проекте добавляете сюда, вот тут важно в проекте добавить дополнительную платформу, он добавляет Linux. После этого вся настройка точно такая же. Ну, давайте его... Код элементарный, то есть это из Edit заполняет в ListBox очередной Task Item, а потом, если Task Item не нужен, вы становитесь на него и удаляете. Давайте попробуем его запустить. Ну, вот эта задача, она простая. Я могу сюда добавить... Ну, и показать, что можно удалить задачу. Как видите, все работает. То есть никаких особых проблем с VCL тоже не возникает. Какие проблемы могут возникнуть с VCL? Ну, и вообще с FMX. Если у вас идет чтение файла из какого-то конкретного каталога. Ну, например, для Android не все каталоги доступны для вашей работы. Естественно, здесь мопирование тех каталогов, тех переменных, которые используются в приложениях. То есть, когда мы используем, скажем, пути T-Path к такому-то каталогу, скажем, домашнему, download или еще куда-то, они немножко другие. Проверьте их. Кроме того, при работе с этими каталогами надо учитывать права доступа. То есть, должны быть права на чтение, на запись в эти файлы, на сохранение и смотреть, от кого вы работаете. То есть, кто является владельцем этого файла, от кого запущено приложение. Да, вот эти вещи надо учитывать. Они могут доставить определенные неприятности, но они, по крайней мере, работают. Теперь, с вашего позволения, я хотел бы закрыть Astro, потому что она все-таки есть достаточно много ресурсов. Как виртуальная машина. Так, я закрою виртуальную. И теперь перейду к работе с VSL. У меня здесь установлены два дистро. Это Ubuntu и CentOS. Причем, очень красиво и удобно устанавливать новую версию операционной системы, точнее, дистро, в VSL, если ее нет в стандартном каталоге и в стандартном магазине Windows. Это делается через Docker. Это очень хорошо описано на вебинаре Джима МакКит, который прошел месяц назад примерно на английском языке. Если эта тема будет интересна, напишите, я подробно расскажу, как это делать. Теперь, я запускаю VSL по умолчанию. Ну, вот он запустился. Так, теперь, обратите внимание, где я нахожусь. Если я спрошу здесь LS, то это будет каталог, относящийся к моей Windows домашней папке документы. То есть, вот Mount C Users of Cove, это относится к документам, к моим документам, которые есть в Windows. То есть, вы прямо из VSL видите каталоги, которые относятся чисто к Windows файловой системе. Так, давайте перейдем в домашний каталог. Пардон, извините. Чипяточка вышла. Здесь у меня то же самое. Вот здесь у меня стоит PA-Server. Тут есть каталог стилей, тут есть модуль, точнее скрипт, который запускает PA-Server. И для того, чтобы работать с ним, я должен запустить PA-Server. Давайте это и сделаем. Без пароля. Вот у нас открылось. Теперь мы можем открыть второй терминал к этому же Ubuntu. Опять перейдем в свой каталог домашний. И здесь я могу уже управлять теми вещами, которые мне там, скажем, нужны. Я ищу какие-то файлы или мне нужно запустить какие-то данные. То есть, это доступ к тем же самым каталогам. Если мне нужно передать в этот каталог, мой домашний Linux каталог, какую-то информацию с Windows машины, все, что мне нужно, это набрать такую команду. Explorer.exe, точка, то есть текущий каталог. Обратите внимание, появилось окошко. Оно у меня открылось на другом мониторе. И вы видите, это уже файловая система Linux. То есть, если сравнить с тем, что было вверху, как раз появляются там скрытые файлы, профайлы и каталоги, которые здесь есть. Можно закрыть скрытые файлы в Explorer, но я для своей работы предпочитаю видеть все. Ну вот, теперь я могу перетащить сюда что угодно или вытащить отсюда из каталога PS Server нужный мне модуль перетащить в другое место. Ну и так далее и тому подобное. В каталоге PS Server у меня есть два вот таких настройки, потому что было два коннекта отдельных. И вот те программы, которые были собраны, которые были отлажены в тот период, когда я уже подготовился к этому вебинару, проверял все свои демонстрации. Ну а мы давайте с вами просто попробуем собрать эти приложения. Я убираю консоль. Она здесь вам не нужна, потому что все приложения графические. И можно будет попробовать запустить эти вещи в таком режиме. Значит, ну для начала давайте попробуем опять-таки собрать фонт-лист. Просто для того, чтобы увидеть разницу. Так, пока собирается, я просто хотел бы сказать, что у меня осталось примерно три примера. Ну, это минут 10. И после этого сессия вопросов и ответов. Если у вас мало времени, запись идет. Вы потом сможете увидеть запись вебинара. Если у вас есть время, пожалуйста, я не очень буду рад, если вы останетесь. Диплоймент идет несколько медленнее, потому что идет одновременная трансляция и записи. Оп, оп, оп. Ага. Вот смотрите. Это как раз полезная ошибка, которая показывает, где вам нужно обращать внимание на то, что вы делаете. Помните, мы настраивали коннекцию? У меня Astra профиль. А Astra уже не работает, поэтому, естественно, он не сможет сработать. Перемените соответствующую коннекцию на ту, которая работает. Я рекомендую проверить. Она работает прекрасно. Это адрес localhost и тот порт, который нужно. Поскольку у нас не одновременно запущены были системы, мы можем использовать один и тот же порт. Save. Еще раз собираем. И запускаем. Первый раз. Первый раз. Запуск идет медленно. Не знаю, как сделал Microsoft таким образом, но первый раз идет запуск медленно, а вот потом вдруг почему-то приложение запускается мгновенно. Но в любом случае вот оно запустилось, и вы видите, что набор шрифтов, которые входят в VSL, он здесь ограниченный. Но он все-таки тоже есть какой-то. Так. Перейдем к более интересному примеру. Более интересный пример у нас графический. Давайте вот на него посмотрим. Значит. Это кусок такого тестового или учебного, приложения, которое рисует золотое сечение, спираль золотого сечения на экране мобильного устройства. В данном случае мне хотелось бы показать, как это работает в Linux. Мы запускаем этот проект на компиляцию. У меня здесь правильные совершенно настройки. И смотрите, насколько мгновенно все открылось. Значит, здесь мы можем нарисовать спираль. Ну, есть определенные моменты, как строится эта спираль по-другому, то есть некие отметки. Но, по крайней мере, рисование на конве, стандартное рисование на конве, которое делается в FMX, здесь работает прекрасно. То есть вот такой, пожалуйста, пример, как это можно сделать. Еще один пример, насколько удачно работает FMX Linux с FMX приложениями. Вот этот пример Random Picker. Значит, я его сначала запущу, потом объясню, как это. Наверное, те люди, которые приходили к нам на семинары, на живые семинары, которые проводились до ковидного эпохи, они помнят это приложение. По этому приложению мы разыгрывали подарки. Грубо говоря, это поиск случайных чисел. Вот, смотрите. И почему это полезное приложение для показа? Потому что здесь вот все вот эти движения сделаны без программирования каких-то дополнительных движений цифр. Все работает на настройке анимации. То есть, если вы в курсе, у FMX есть такое свойство, как анимация. Каждый элемент может быть анимирован. И настройка различных вариантов анимации обеспечивает вот такой эффект прокручивания счетчика. Ну, это вот Linux приложение, причем работающее в SL2 без какого-то дополнительного X-сервера. Вы же помните, я Astro закрыл. И запускается он прямо здесь, в этом окошке, не переходя в виртуальную машину. Ну, и еще одно приложение, которое я хотел бы вам показать. Оно достаточно большое. Это приложение, собственно, я готовил его для своего телефона, потому что нужно было обеспечить человека таким приложением. Соответственно, оно имеет сложную архитектуру, работает с данными, переключает View, то есть, есть некие виртуальные представления. оно было написано для Android, и после того, как я просто поменял вот этот вот профиль сборки, оно стало работать в Linux. В данном случае, это пример того, что приложение работает, ну, давайте я добавлю сюда какие-то данные. По сути, это приложение, которое собирает данные по артериальному давлению, ну, там, того или иного человека, вот, и потом показывает их список, график. Ну, еще раз, я еще штуки две добавлю. Ну, скажем, я там выйду в февраль, поставлю какую-нибудь зверскую. Ну, это просто для примера. Так, здесь я тоже выйду в февраль, поставлю что-нибудь там, я не знаю, повышенное нижнее давление. Повышенное здесь. Частота и аритмии. Опять-таки поставлю. Но, обратите внимание, здесь степень опасности прописывается, и, ну, еще один на сегодня, допустим, я не знаю, там, скажем. Опять-таки для примера. Вот появляются такие вот данные. Эти данные находятся в датасете FireDuck. То есть здесь используется FireDuck целиком. И он работает в Linux. Вы видите, это не та среда, это не Windows среда, это именно Linux среда. Если я, допустим, запущу импорт, то вы увидите, что здесь файловая система будет на самом деле Linux. Я не буду ее запускать. И есть здесь еще такой момент, как история. То есть идет графика. Ну вот эти графики работают здесь точно так же. Это рисование на конве, это использование скролл боксов, ну и тому подобные вещи. Все компоненты, которые работают в FMX Linux, работают хорошо. Единственное, здесь я не использовал стили. Стилизация компонент не нужно здесь было, потому что основной элемент все-таки андроидный. А вот стилизацию можно увидеть на вот этом примере, который стандартен для наших приложений. Он называется Controls Demo. Сейчас я его запущу. Ну вот стандартный пример, который показывает практически все возможности контролов, которые есть в FMX. Это не обязательно FMX Linux. Этот же, собственно, пример работает и в обычном FMX. Он есть в примерах. Но можно, например, показать и возможность работы стилизацией. Ну, допустим, вот Stellar Linux Style. Откроем. И обратите внимание, уже внешний вид моего приложения на ходу поменялся. Он уже совсем другой. Значит, вот я могу там какие-то трансформации сделать, прозрачность сделать, там поворачивать. Это все делает FMX Linux. То есть здесь нет никаких особенностей. Ну, еще один такой пример. Load Style. Стили стандартные, FMX-овские. Применяются точно так же. То есть это Style Box, которым загружается этот стиль, и потом он подцепляется на главную форму. И он, вот видите, он уже поменялся. Уже другой вид. Стилизация. Вся та стилизация, которой мы гордимся, и которая работает в период проектирования формы, проектирования приложения прямо в среде IDE, она работает и в FMX Linux, так же, как и все остальное. Ну, собственно говоря, все, что я хотел сегодня показать, я с вашего позволения закрою. Да, может быть, имеет смысл показать код, чтобы вы убедили, что там действительно FireDuck. Да, вот, пожалуйста, FireDuck работает. Здесь достаточно сложный набор компонентов, в том числе и импорт-экспорт через FireDuck делается. То есть, да, действительно, база данных работает очень аккуратно. Единственное, что, если вы работаете, скажем, с какой-то особенной базой данных, такая, как, например, ну, особенная в том смысле, что она нестраиваемая, ну, это, например, MySQL или там SQL Server, вам нужно обеспечить, что в том каталоге или в той среде, где работает в Linux ваше приложение, были соответствующие драйвера к этим базам данных. Без них FireDuck работает, не работает. Ну, это особенность его архитектуры. С вашего позволения, я закрываю примеры. И у меня остается последние два информационных слайда. Первое – это список полезных ресурсов, которые касаются разработки для Linux в рамках Delphi, а также настройки среды для работы с FireMonkey for Linux, FMX Linux. Скрипты для автоматической подготовки Ubuntu и Red Hat Delphi здесь также присутствуют. Вы видели, страницы я открывал. Ну и, соответственно, дальше знакомые всем ссылки на наши контакты. Не стесняйтесь обращаться с этими контактами в нам офис. А сейчас я готов ответить на те вопросы, которые вы задали. Ну, я вижу, что пока их не так много, но я надеюсь, что по ходу моих ответов вы будете задавать их, продолжать их задавать.